В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 69-е заседание. Парламентарии рассмотрели несколько десятков вопросов. Главным из них стал отчет счетной палаты за 2022 год. В минувшем году региональная счетная палата работала по новому классификатору. В большинстве регионов суммы выявленных нарушений сократились. При этом количество нарушений осталось прежними. Не стало исключением и Ульяновская область. Над возвратом денежных средств сейчас параллельно работают правоохранительные органы и счетная палата. Это позволяет возвращать деньги в бюджет до окончания контрольных мероприятий. 200 миллионов практически составили выявленные нарушения. Более 60 миллионов, по нашей оценке, были потрачены неэффективно. Счетная палата сейчас работает очень плотно и с прокуратурой, и с органами ВД по возврату денег в бюджет. Отчет счетной палаты перед депутатами законодательного собрания по итогам года – это ежегодное обязательное событие. Высший орган финансового контроля субъекта федерации должен доложить об итогах своей деятельности. Счетная палата формирует предложение для сбалансированности регионального бюджета, чтобы источников дохода хватило для покрытия всех финансовых обязательств и выполнения социальных гарантий. Если мы просто расходуем деньги на покрытие текущих расходов социальных, то это говорит о том, что бюджет неэффективный. Это говорит о том, что значит очень малая-маленькая доля на развитие. Я очень рад, что органы государственной власти, и правительство, и губернатор нацелены на то, чтобы в этой структуре расходов надо стремиться к тому, чтобы было не менее 25% на развитие. В прошлом году счетная палата проверила расходование денежных средств на реализацию национальных проектов. Нарушения выявили в областном онкологическом диспансере. Также были проверены расходы на строительство и ремонт дорог. По этому пункту около миллиарда рублей удалось вернуть в областной бюджет. По словам руководителя фракции КПРФ Виталия Кузина, много спорных финансовых вопросов возникло у регионов в спокойной 2016-2017 годы. Тогда область брала кредиты, а в годы пандемии коронавируса и СВО на регион легла двойная финансовая нагрузка. И ведь на тот момент, насколько я понимаю, у нас не было тех вопросов, с которыми мы сталкивались. И с 2021 года, на пике, сейчас у нас есть проблемы с выполнением, как говорится, задач федерального уровня. А тогда-то что было? А тогда-то зачем нужно было как раз-таки заводить регион в долговую кабалу? И сегодня мы должны с этим тоже рассчитываться. Депутаты от фракции КПРФ предложили увеличить число публикаций о деятельности госорганов СМИ, чтобы как можно больше ульяновцев знали о работе палаты. Народные избранники большинством голосов приняли отчет счетной палаты за год и признали ее работу эффективной. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.